Во имя здорового будущего на базе детского сада Буратино состоялось официальное открытие спортивного клуба «Кросс». Отмечу, занятия проходят там уже не первый год. Но раньше тренерский состав делал акцент на подростков и взрослых. После переоснащения зала теперь там могут заниматься и юные спортсмены. Для того, чтобы спортивное начинание росло и крепло, на церемонию открытия зала пригласили священника. Павел Прожогин продолжит тему. Боксерский зал на базе детского сада Буратино существует не первый год, но в полную силу он начал работать совсем недавно. Причиной тому затянувшийся ремонт, который бойцы-энтузиасты делали на собственные средства. Пока тренировки проходили в спартанских условиях, основными посетителями были боксеры в возрасте. Взрослые ребята, мы их называем, ну, мужики, они занимаются для себя. Просто, чтобы не лежать на диване, прийти, попотеть, побить мешок. А так, дети, конечно, если у них появляются какие-то, выявляем какие-то таланты, то почему нет? Сейчас вопрос, брать или не брать детей, снят с повестки дня. Зал полностью готовых принять, снаряды есть даже для самых юных любителей бокса. Чтобы дело спорилось, символическое открытие зала сопровождается словами молитвы. Под сенью православного креста любое начинание должно стать успешным. Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне прийти на веки веков. Аминь. Призывание на помощь Духа Святаго – это очень такая необходимая часть, как бы, вот вообще, процесса любого, любого трудового процесса, обучения или вот здесь, как обучение спорту, поскольку это именно оно и человека воспитывает. Воспитывает его не только физически, вот, а воспитывает его еще и в духовном плане. Сегодня в тренировочном процессе участвуют более 50 спортсменов. Ударную мощь клуба «Кросс» по-прежнему составляют подростки и взрослые боксеры. Среди них есть и участники сборной страны. Такой пример – хороший стимул для начинающих приверженцев этого вида спорта. Индивидуальный подход тренеров к каждому спортсмену – залог высоких результатов. Для бойцов со стажем они суровые наставники. Для тех, кто едва дотягивается до груши, руководитель секции Александр Рудой – просто дядя Саша. Дядя Саша говорит, чтобы мы бегали по кругу, там, отжимались, скакалочкой занимались и выполняли в бегу разные эти задания. После официального открытия – обязательное фото на память. Оно займет свое место на стене по соседству с изображениями легенд бокса. Для юных боксеров это еще один стимул на пути к большому рингу. Павел Прожогин, Давид Давидашвили, служба новостей, импульс.